здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала с вами юля и сегодня я хочу принять эстафету новогодний марафон от алой белочки оксана дериза запустила такую акцию у нас на youtube на рукодельном очень интересную и мы друг другу передаем эту эстафету с вопросами и я также хочу ответить на эти вопросы вышивать я буду дизайн кастом крафт в моем дворике что-то новое мы с вами повышиваем не только котов я приготовила себе здесь схему выбрала один значок потому что схему кастом крафт сложная и я постараюсь вышивать как бы один только значок чтобы сильно не отвлекаться на закрепку не идти на такие вот технические моменты их конечно вырезаю но тем не менее хочется поменьше этих действий у меня уже выше здесь вот такой кусочек очень яркий красивый магнитик сопровождает этот процесс все прям так в тему очень интересная за этим процессом очень соскучилась и вот сейчас перед тем как начать любуюсь крестиками какие неровные красивые и яркая работа будет такой маленький уголочек выше то уже видно что будет яркая работа ну ладно сделали мы такое предисловие так найду я тот участок где мне нужно начать нужно приступить так раз того вот здесь говорится можно заложить первый крестик чтобы уже ориентироваться по вышивке так первый крестик у меня готов ура дальше я уже сориентируюсь где мне вышивать и поехали первый вопрос цель открытия канала ну недавно я в общем то отвечала на этот вопрос но так как пришла эстафета я немножко повторюсь цель открытия канала для меня это самое главное было общение мне было очень интересно пообщаться на эту тему я заинтересовалась вышивкой хотелось учиться хотелось узнавать ну новые приемы вышивки какие-то маленькие секретики и так как я в греции в общем то была на тот момент одна без какого-то круга общения мне было очень важно найти для себя круг общения на интересующую меня тему я сама с украины с донецка а если есть новые подписчики не знают вот греции уже десять лет и вышивкой я начала заниматься в первую мою вышивку купила в 2012 году я ее очень только там что-то вышивала около года пробовала понравится не понравится а вот 2013 я уже открыла и канал и вместе с каналом я просто поняла что мне вышивка очень нравится и в то время я смотрела youtube и поняла что мне нужно и канал открывать потому что канал знаете я вот тоже долго думала вот а зачем нам каналы да вот мы вроде бы себя все позиционируем как вышивальщицы рукодельницы нам вышивка интересно и я долго думала вот зачем нам канал знаете все таки канал это тоже 2 хобби это что-то что-то что дополняет нашу жизнь да у нас у всех своя какая-то тема у блогеров ну например у нас рукоделие есть и бьюти есть книги и все что угодно но быть блогером это тоже это тоже хобби это потребность вообще не потребность наверное быть услышанным потребность делиться чем-то с людьми поэтому канал канал это очень для меня очень интересный опыт и позитивный я не могу сказать негативный нет опыт он есть опыт мы всему чему-то учимся осваиваем к примеру я благодаря открытию канала выучил несколько монтажных программ освоила какие-то приемы познакомилась с вообще как ведется канал это это тоже опыт это тоже интересно поэтому для меня канал в первую очередь конечно общение но во вторую это тоже мое хобби это тоже мое хобби мне хочется развиваться мне хочется привносить что-то новое на youtube для меня очень важны и лайки и комментарии это все ну так скажем украшает мою жизнь дополняет я уже много лет на youtube и знаете привыкла иногда думаю ну может быть закрыть канал может быть столько времени уходит есть много других вещей а с другой стороны когда я получаю комментарии получаю лайки есть отдача я всегда думаю что нет все таки быть моему каналу вот сколько я выдержу с не знаю еще снимать видео сколько будет времени я конечно буду стараться вести канал вот ну а дальше жизнь покажет так я уже ушла в другую тему просто мы с вами общаемся второй вопрос поддержали ли родные нет вначале меня не поддержали родные точнее мой муж не мою вышивку не мою затею с канала муж вообще сказал что что мне нужно полечиться потому что есть более интересные важные вещи в жизни кроме вышивки и естественно канал тоже как бы это баловство зачем мне это надо долго он как бы не мог этого понять но но куда деваться и если я уж без сама себе здесь это все это задумала организовала он как так сказать терпел но когда стали оформляться уже работы вышитые и он увидел что это красиво что это действительно интересно вот тогда он стал стал ценить и уже такой негатив ну не то что негатив непонимание наверное она уже ушло и вот сейчас наверное самый горячий поклонник моей вышивки моего канала это мой муж он всем с гордостью говорит что я вышиваю что у меня есть канал и все такое вот поэтому если чего-то захотеть то действительно можно добиться можно пройти через все сложности не непонимание можно всего добиться так третий вопрос огорчила ли меня работа на канале вот такой вопрос не очень наверное корректная работа у нас на рукодельном канале нет работы хотя youtube это тоже работа и вот к сожалению очень часто я вижу негатив на каналах у других девочек такие вопросы у вас рекламу вас там монетизация там вы деньги зарабатываете рекламируете не знаю что еще как-то это все воспринимается очень болезненно весь любой вопрос который связан с деньгами или с каким-то заработком или кому-то что-то прислали на обзор и тоже это воспринимается как-то болезненно кто что кто-то что-то заработал знаете вот такая тоже тема острая но я ее немножко здесь затрону надо нам менять наши наши взгляды и наши застарелые наверное какие-то мысли и устои это раньше советском союзе было стыдно неприлично зарабатывать деньги и все это как бы все должны были работать на благо общества было это и в этом тоже были свои плюс а но мы уже перешли так сказать в другой устой и всем нам нужны деньги мы все работаем не бесплатно и хотим чтобы наш труд оплачивался мы хотим чтобы наши начальники наш нас ценили чтобы мы получали премию и так далее так далее чтобы был какой-то рост и в этом нет ничего плохого что человек зарабатывает своим трудом талантом какие-то деньги тоже касается и ютюба есть каналы которые люди открывают с целью именно заработка и это неплохо потому что они тратят свое время создавая контент что-то изучая что-то снимая это затраты на камеру на оборудование на программы на компьютеры чтобы был сильный компьютер который может потянуть программу для монтажа в америке это вообще все воспринимается нормально в америке у людей психология друга они прекрасно понимают что как бы экономика и жизнь наша крутится вокруг заработка и youtube тоже блогера воспринимает нормально что кто-то сотрудничает с какими-то фирмами представляет какие-то товары а делает их анализ пробует и потом выдает свое мнение и люди нормально к этому относятся делятся какой-то денежкой либо нормально воспринимают рекламу никто не говорит и на этом заработал потому что все мы на чем-то как-то зарабатываем есть домохозяйки которые вот именно на youtube зарабатывают но я не знаю что у нас рукодельном сообществе наверно нет таких блогеров которые действительно зарабатывают потому что мы говорим здесь уже о миллионных просмотрах о большом количестве подписчиков конкретно наш рукодельный youtube это больше ну это больше такое дружеское саду со дружества да где мы все занимаемся просто нашим хобби потому что если заниматься заработком то конечно но по-другому то что кому-то что-то приходит девочки поверьте это вообще все то все такие мелочи которые просто нужно воспринимать как комплимент продолжаем вот поэтому если какие-то приходят подарки что-то нам ссоры либо какие-то еще нюансы это все можно воспринимать просто как комплимент но ни в коем случае не заработок если человек тратит на свой канал в неделю ну пусть часов 20 ну вы понимаете что если пойти куда-то подработать то можно заработать намного больше вот есть люди тратят больше 20 часов на свой канал просто из-за любви и как как хобби да я это воспринимают тоже как хобби поведение канала потому что здесь есть какой-то творческий элемент как снять видео как смонтировать это тоже интересно поэтому я считаю что нужно нам всем менять наши взгляды наше восприятие и относиться даже если кто-то хочет появится у нас блогер какой-то который будет вести свой канал с целью заработка но будет делать хороший контент ради бога ну это тоже это тоже может быть это нормально к рекламе нужно относиться тоже нормально так что положительного принес мой канал положительного я познакомилась с очень многими девочками женщинами рукодельницами с блогерами вот именно то общение то понимание которое я искала я получила на youtube это и общение вконтакте и это помощь и самое главное я научилась вышивать я узнала очень много о производителей вот честно сказать я бы сама в жизни не нашла столько интересных идей дизайна сюжетов как на youtube я по интернет-магазинам рукодельным практически не захожу ничего не манатурма манат мониторю ничего не ищу я все идеи черпаю на youtube потому что времени мало и вот этим рукоделием я занимаюсь когда я просматриваю видео просматриваю видео и вышиваю и вот все идеи где то что купил я узнаю именно на youtube это действительно для меня большая помощь сама бы я ну искать магазины рисковать не знаю да нет хороший товар не хороший товар здесь мы сразу видим и обзоры и все покупки и видим отшив дизайна часто обложка не передает красоты дизайна да есть некоторые производители где наоборот что обложка лучше чем дизайн и вот когда ты видишь уже отшив у кого-то как что и сшивалась уже можно точно сто процентов принять решение нужен тебе этот дизайн или нет у меня очень много приобретено наборов дизайнов именно по отшивам других девочек я смотрю если не нравится я бегом бегом иду и покупаю вот я не боюсь что кто-то вышел еще этот набор естественно вышел я не боюсь повторов и я не ищу вот только-только эксклюзивных каких-то дизайнов если мне нравится я куплю буду вышивать даже если этот дизайн вышивали уже много людей я все равно его куплю потому что значит дизайн он хитовым хороший не и не он тоже нравится вот что еще какая у меня мечта мечта а мечты у меня поверите практически уже и все и нет мечтаний рукодельных у меня уже все есть все что нужно было я уже все приобрела единственное что я хотела бы это улучшить наше жилищное положение нужен побольше дом или квартира для того чтобы там было больше стен то что стены начинают заканчивается вешать работы уже как бы негде поэтому нужно улучшать жилищные наши наше положение и у меня уже проблема мне некуда складывать мои рукодельные все штучки мне нужна рукодельная комната вот сейчас минуточку минуточку такой момент сложный я потерялась да мне нужна рукодельная комната чтобы все мои коробки с наборами были в одном месте все начатые процессы в общем чтобы у меня был свой рукодельный уже не уголок а мне нужно уже рукодельная комната чтобы поместить все все мои запасы картины вышивки и все принадлежности не чтобы это все было собрано в одном месте и так сказать не не мешалось в быту вот это то что касается меня а вот у моего мужа есть рукодельная мечта он на последнее время загорелся организовать мне персональную вышивку выставку простите я пока не очень этим горю я вообще как бы знаете я понимаю что я вышиваю для себя сейчас настолько развита очень много художников много разных техник я понимаю что это намного проще быстрее человек может нарисовать за неделю большую красивую картину да и в общем то ту которая подойдет кому-то в интерьер вышивка это долгий процесс здесь мы работаем со схемой мы знаем какому результат получим но тем не менее сегодня вышивка она не очень воспринимается в интерьере вот но тем не менее есть любители и муж горит сделать мне организовать персональную выставку и в принципе идет так сказать переговоры с некоторыми лицами которые могут предоставить помещение помочь в организации вот то я его пока торможу потому что у меня но не так то много работ мы не знаю в общем я пока еще наверно морально не готова к этому моменту чтобы представлять свои работы но вот тому же есть такая мечта он хочет все мои работы выставить на показ и очень-очень гордиться моими вышивками вот так вот представляете начале он был очень-очень против моим занятиям а теперь он очень гордится и участвует так сказать немножко в моей рукодельной жизни вот такие вот вопросики и так вопросики закончились но теперь я хочу передать эстафету дальше во первых хочу передать танюшки рукодельницы очень не люблю этот канал и видео жду всегда с нетерпением танюши лови от меня эстафету а также хочу передать и алене алена каменева у нее тоже есть свой канал очень интересный алена лови и от меня эстафету ну и третий блогер это ольга щурова олечка вышивает и бисером в основном и крестиком все ссылки я оставлю в инфобоксе ну и конечно же с нетерпением жду ответа на этом не все до новых встреч и пока пока и и